Ребят, на самом деле, вот вы там сидите сейчас за своими компьютерами, а мы тут помидоры выращиваем. Я купила чоклин. Что-то надо обязательно сделать. А зачем мы это делаем, говорит? Вы смотрите сзади меня, как круто, реально. Давай, детка. И у меня осталось очень много баннеров. И как резко рвануло. Друзья, вы снова видите меня и бетономешалку, значит вы на канале «Строим дом своими руками». Сегодня мы начинаем банный комплекс, который нам надо закончить уже, потому что где-то надо мыться. Мы с вами сделаем монолитную шведскую плиту. Или УШП, или просто монолитную плиту. Ну, короче, следите за видосом, а я постараюсь что-нибудь нового, интересного вам внести. Кстати, вон там далеко-далеко, видите прицеп, да, вот, а под ним кошка. А на прицепе мы приобрели металлопрофиль для банной сауны. Ребят, давайте начинаем, у нас что-то вступление долгое. Помните, я вам рассказывал про бур, который я делал специально для того, чтобы делать этот забор. Про забор, если кому интересно, есть вот тут видосик, вот здесь прям вот. Сейчас я этим буром сделаю 4 отверстия по углам. Зачем? Суть какая? Вот эта штука 2,30 высотой, плюс еще на ней будут стоять 2 евро куба, и они будут заряжены водой, то есть 2 тонны. Мы, конечно, еще усилим каркас, поэтому не волнуйтесь за то, что это что-то упадет там или проломит, и кому-то голову сломает. За это не волнуйтесь, это будет первая очередная моя задача, чтобы это было крепко, ровно и хорошо, качественно. И вот чтобы ее ветром просто не думало, никуда не повернуло, и морозное опучение не повлияло на наш душевой этот комплекс, мы сделаем бурнобивные сваи обязательно. Начнем с буров. И вот, как я говорил уже, эта штука, она 1,70, я где-то на 1,40 опущусь, 20 уже опущено, поэтому будет в итоге 1,60. Этого вполне хватает для нашего региона, защиты от морозного опучения. Делаем лунки до коренного грунта, это приблизительно 1,60 метра. На моем буре есть отметка изолентой, именно на этот размер. Я не стал использовать местный песок, потому что в нем очень много глины. Привез специально речного. Основная задача демпферного слоя песка – отход ливневой воды. То есть для того, чтобы нашу платформу просто не подняло осенними дождями и ночными заморозками. Сразу посоветую вам хорошо трамбовать песок. А сейчас я типа трамбую. У меня нет трамбовочной машинки, но вы можете, друзья, мне ее прислать, у кого есть желание. Я с удовольствием ее приму в подарок. Подвузочку. Ребята, мы сейчас делаем 10-сантиметровый тренирующий слой. Сейчас мы сюда забутим все, что у меня есть из мусора. Это пеноблоки, шлакоблоки, все, что старое, мы сюда уложим. Вяжем арматуру и начинаем заливать все это дело бетоном. Если честно, я уже совершенно отвык работать на улице с этими домашними штукатурными работами. И, конечно же, в первый же день обгорел полностью. Сейчас я заливаю колонны, главные, основные. И после этого постелен целлофан. Уложим арматуру в один слой. Это будет, скорее всего, десяточка. С ячейкой 200. Я его тоже использую, потому что его девать некуда. А это неплохой металл. Пойдет. Я пошел заливать, у меня там водичку надо принести. Сейчас, все, пойдем дальше. Так, ребятушки, ну вот такая процедура у нас сегодня прошла. Получилось по два замеса приблизительно на каждую. Это у нас около пяти замесов ушло. В чем я не подумал сразу, и сейчас это надо обязательно сделать. Это взять весь песочек, который мы уже как бы протрамбовали, и пролить водичкой. Доставлю опалубку в том месте и начну вязать. В колонны я не стал заморачиваться с вязкой арматуры, а просто использовал металлический уголок. Обильное поливание утрамбованного песка дает дополнительную усадку. И у меня осталось очень много баннеров, которые я использовал для опалубки. А зачем мы это делаем, говорю? Для того, чтобы молочко не уходило в песок, это хороший вариант. Я думаю, десятая арматура прекрасно справится с нашей задачей. Тем более, что больших напряжений на этой плите не планируется. Вот вы там сидите сейчас за своими компьютерами, а мы тут помидоры выращиваем. Эти, огурцы. Жена позвала, говорит, крючки не могу вкрутить. Ребята, вот эта штука, она просто высшая. Я подошел, я просто вот так попробовал. Смотрите, так что лайфхак. Берете вот этот крючок вязальный, смотрите. Следующий. А я ведь раньше парился, я гвоздик ставил туда или плоскогубцами затягивал. Единственное, вязальный крючок не умеет развязывать, он умеет только завязывать. У нас там дел куча, а мы тут помидоры вяжем. Пойдемте. Осталось немного. Сейчас мы вот устанавливаем эту систему, провязываем остальную. Тут я сейчас тоже принесу. А может быть, кстати, не принесу. Я, скорее всего, вот эту штуку возьму и ее туда впилю. И все, и будет огонь вот в это место. Да, колхоз? Ну а что, мы в колхозе. Друзья мои, между тем наступило новое утро. И сегодня у нас день заливки. Это важный, ответственный момент, как бы сказал сейчас любой бетонный мешальщик. Короче, мы решили делать это вот таким образом. Поставили металлическую форму. Сейчас будем здесь замешивать, туда сбрасывать и разливать это все. Следите, смотрите. Форматуре, в принципе, достаточно для того, чтобы все это дело стояло ровно и было хорошо. Ребят, я сгорел вчера, поэтому сегодня я вот так в рубашке галстук не нашел. Но нормально, сойдет. Цемент добавляйте после первого или второго ведра гравия. Это так будет правильнее. Я сейчас допустил ошибку, засыпал цемент в конце. И придется подольше миксерить теперь. Для тех, кто только планирует начинать эту работу, я повторю состав своей смеси. Я использую одно ведро воды, два ведра гравия и два ведра песка. На мой взгляд, это самое оптимальное сочетание. По соотношению получается 1 к 4. При установке арматуры советую ее сантиметра на 2 оторвать от поверхности. Тогда бетон будет работать правильно. Я для этого использовал простой гравий, подкладывал его под сетку. В любой работе необходимо соблюдать все меры техники безопасности. Будьте осторожны, друзья. При растягивании бетонной смеси по поверхности, мне очень нравится использовать швабру и тягу. По-моему, это оптимальный строительный инструмент. А, ребята, короче, устал я, честно, я устал. Блин. Представляете, на предпоследнем замесе ведро поднял с цементом. И как резко рвануло в спину. Причем поднимая, я всегда становая, аккуратно тягой выгибая. Позвоночник поднял. Как-то вообще я прям закричал даже. Она такая, а что такое? И все, и дальше хуже. Спину больше, больше, больше. И поясница, и чуть выше. И я сейчас хожу, как дедушка старенький, там, спину подгибает. Ну, сзади меня вы видите. Мы справились с вами с задачей. Получилось здорово. По идее, я должен ее укрыть. Я это сделаю, но чуть попозже. Сейчас она подсохнет, чтобы она потверже стала. Сегодня я ее еще пополиваю аккуратненько, так, в щадящем режиме. На ночь, возможно, укрою ее целлофаном. Есть два варианта, кстати, ребят. Можно укрыть целлофаном, полить и укрыть целлофаном. Это уход за бетоном называется. Второй вариант – насыпать опилки и полить опилки. И тоже вариант классный, потому что опилки потихоньку высыхают и увлажняют фундамент. Это второй вариант. Кстати, он тоже классный, но у меня опилок просто рядом нет. Поэтому я буду первым. Сейчас часика три ему дам. И потом полью хорошенько. Вот эти, кстати, уже залитые-то еще вчера. Не смотрите, что они такие страшные. Спилятся и будет все аккуратно. Там будет установлена печка для нее, я сделал закладные. Здесь будут для самого каркаса закладухи. И сегодня я еще хочу покрасить это все дело, чтобы ржи не было. Устанавливать каркас на подготовленную поверхность – одно удовольствие. Именно так я и представлял себе нашу конструкцию, когда я ее задумывал. Выставляем печь по уровню, соблюдая все горизонты. И привариваем ее к основанию нашего каркаса. Также необходимо зафиксировать ее сверху. Тогда никаких проблем у нас, в принципе, уже и не будет. Ребята, получается просто обалденно, просто классно. Всем советую строить свой дом своими руками. Ребят, на самом деле, как сейчас это все выглядит, именно так я это и представлял у себя в подсознании, когда это все дело придумывал. А, тихо, кто ты? Жуки летают. Прежде чем нам приступать к деревянному каркасу, мы с вами покрасим нашу конструкцию и покрасим печку. Печку я крашу огнеупорной черной краской. Она термостойкая. Перед покраской печи лучше, конечно же, ее зашкурить. Если вы это уже сделали, то протрите и обезжирьте. Самый оптимальный вариант. Кстати, друзья, кто-нибудь заметил осиное гнездо в сечении профиля нашего каркаса? По видео совершенно незаметно, что у меня сорвана спина. И я это очень хорошо прочувствовал в первый же вечер. Обработаем эко-биозащитой. Так, что нам тут производитель говорит? Для наружных и внутренних работ антисептик бессветный. Предназначен для защиты деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы, насекомых в условиях кондиционного увлажнения без контакта с грунтом воздействия атмосферных осадков почвенной влаги. Очень долго сомневался, стоит ли мне делать уклон кровли или сделать ее просто по прямой. Потому что профиль S8, он в принципе не даст возможности воды попадания внутрь. Но все-таки решил сделать небольшой уклон. Мне кажется, так будет правильнее. Да и кубам, я считаю, небольшой уклон не повредит в сторону слива. Обязательно обрабатываем кровлю снутри и снаружи огнебиозащитными составами. Специально срезал с трубы часть кольца, тем самым выровняв основание трубы и получив шаблон для будущего отверстия в кровле. Конечно же, я там еще буду использовать прокладку специальную, но пока я просто завальцевал плоскогубцами углы наружу. Если честно, работать одному не совсем удобно. Но если приноровиться, в принципе, все возможно, друзья. По-моему, смотрится замечательно. Я думаю, вы заметили, как чистенько в нашем огороде. Это, конечно же, заслуга моей жены. Какие виды замечательные открываются сверху. Устанавливаем вертикальный профлист. Кстати, друзья, я пытался использовать кровельные саморезы, которые остались у меня после установки крыши. Но в 3-х миллиметровую профтрубу саморезы ломаются. Поэтому мне пришлось взять диаметр больше. Для установки дверей я посчитал, что оптимальнее всего прорезать болгаркой несколько отверстий по направлению и потом соединить эти линии маркером. Так я и сделал, и получилось отлично. Друзья, если вам понравилось видео, пожалуйста, предложите его друзьям в любых социальных сетях. Это очень поможет развитию нашего с вами канала. И нам теперь надо печку впилить. Вот она, печка, топка у нас снаружи, как я уже говорил. Сейчас я все размечу и топочку сюда мы аккуратненько врежем. Размечаем следующий лист. Он у нас 11,6. А снизу и вверх он у нас 14,33,5. Ну и, конечно же, ваши комментарии очень сильно помогают нам в дальнейших выпусках. Делитесь вашими идеями. Будем помогать друг другу. Фух, друзьяшки, я не знаю, я, наверное, весь грязный, капец просто. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день мы сделали вот такую неплохую работу. И посмотрите, сзади меня как круто, реально. То есть заходишь, я здесь хочу сделать трафарет Джек Дэниелс. Какую-нибудь приколюху сделаем такую, ну, стежную. Вот. А, еще идея возникла, классная. Вы пишите в комментариях ваши мысли, но у меня появилась такая мысль. Смотрите. Мы пускаем отсюда стержни, завальцовываем их. Вот. Все это дело навариваем. Это не проблема даже наварить сейчас на установленную уже систему. И вкладываем туда камни. Вот такой столб камней. Мне кажется, это будет офигенско. Вот. Вот так это все выглядит. Вот так это все закрывается. И вот так мы будем здесь греться, мыться, париться. Тропический душ будет. Он будет сделан от наших еврокубов. Кто говорил, что они не прогреются, это смысла нет. Не нужно, чтобы он был тепленький. Ты погрелся, попарился. Может быть, тут венчик будет. Включил тропику. Облился. Кайф вообще просто. Ну, лучшая баня. Размеры, конечно, маленькие. Но, но нам этого пока за глаза. Для наших целей этого достаточно. Сюда я установлю минвату. Сюда я сделаю пароизоляцию. И потом это все дело закрою. Какую-то часть будет металлом закрыта. А какая-то часть будет у меня закрываться имитацией бруса или чем-то таким деревянным. И все. И здесь будет и пахнуть хорошо, приятно деревом. И безопасно. Ребят, поддержите, пожалуйста, канал. Мне кажется, мы идем в правильном направлении. Во всяком случае, я вижу это по вашим лайкам и подпискам. Я очень рад, что вы со мной. Я очень рад, что мы вместе. Давайте, до скорых встреч. Мы будем продолжать эту работу. Вы мне советуете, пожалуйста, по поводу пароизоляции. Как правильно сделать и какие лучше пленки использовать там. В общем, я даже не буду сейчас перечислять их. Их очень много. Конечно, только не советуйте тавик, пожалуйста. Тавик стоит 10 тысяч примерно за один рулон. И я, ну, реально не готов такие деньги тратить. Я хочу пароизоляцию взять на дом сразу, на второй этаж. Ну, вот в этих видео мы сейчас с вами занимаемся. Для новых подписчиков скажу, что вот в этих видео мы занимаемся сейчас штукатуркой и шпатлевкой второго этажа нашего дома. Попутно я вот решил сделать вот такой душ, потому что, ну, вот даже сейчас мы поработали. Все грязные, он весь в грязи, а мыться негде. Поэтому я думаю, это будет офигенское дополнение. То есть пришел, разделся, погрелся, помылся. Прям прелесть. Понятно, что это не полноценная баня. Понятно, что говорить, что вот я сделал баню или сауну, я не буду совершенно. То есть я сделал просто временный такой вариант, дачный вариант. И я бы сказал, бюджетный вариант. По проводке еще посоветуйте, пожалуйста. Я очень не хочу сюда заводить 220. В моих мыслях это что-то светодиодное. Но я никогда светодиодкой не занимался. Я предполагаю, что в той комнате будет находиться у нас и вся водяная система, и там же будет вся эта электрика находиться. А сюда будет заходить только крану, ну, и освещение. Время есть, будем думать. Ребят, почему не покрасил, сразу говорю. Потому что это все будет спрятано. Вода этого не будет касаться. И я думаю, что мы прогидроизолируем все стыки. И проблем не будет никаких. Я только двери сегодня покрыл просто местами для грунтовочкой. И все, и то местами сцарапал, поэтому еще буду подкрашивать. Пароизоляция все обстреляется. Здесь металл вообще не будет касаться никаким образом. Все будет скотчем и пароизоляцией. То есть влага отсюда, из помещения никуда не будет идти 100%. Кстати, вот эта штука вся шаталась, когда только собрал. Сейчас начинаю листами скреплять. И она уже не так играет конструкция. Это прикольно. Затянул немножко прощания. Давайте, ребят, до скорых встреч. Пока. Увидимся в следующем видео, которое будет прямо вот скоро. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!